Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Меня зовут Яна Скворцова, на момент записи видео мне 38 лет. В этом ролике я расскажу вам, точнее покажу свой массаж лица. Я стараюсь выполнять его два раза в день, вечером, а также с самого утра. Но зачастую у меня получается только один раз в день, но в любом случае я уделяю не менее 10 минут такому массажу. Я не знаю, какая это техника, я никогда не училась такому массажу ни здесь на ютубе, ни в какой-то специальной школе. Это массаж, который я практикую интуитивно на протяжении последних трех лет. И уделяю на данный момент вот такому массажу, интенсивному, расслабляющему, одновременно большее значение придаю ему, чем в лицевой гимнастике, которую я практикую на протяжении 7 лет достаточно активно. В моем лице нет ботокса, в моем лице нет гиалуроновой кислоты. Это видео записывается сразу после душа, но такой массаж не обязательно делать на кожу лица и на само лицо, которое мы предварительно разогрели в душе, либо приняв в ванную. Мы можем сделать такой массаж в любой момент дня, именно так я и поступаю. Я не наношу масло на кожу. Очень часто именно этот аспект вызывает больше всего вопросов. Ни на самом лице, ни на кончиках пальцев нет масла, хотя масло я использую в уходе. Потому что если я наношу масло, я не чувствую, что я могу проработать свое лицо так хорошо и так интенсивно, как мне нравится. Мне также часто задается вопрос, не боюсь ли я, что кожа от такого интенсивного массажа растянется. Во-первых, я как человек, который выносил троих достаточно крупных детей, увидела, что кожа имеет потрясающие свойства стягиваться у меня в достаточно хорошем состоянии живот. И поэтому я думаю, что 10-минутный массаж не растянет мою кожу на лице. И уж тем более не заформирует морщины. Вы видите, как интенсивно они складываются в процессе массажа. Меня это не страшит и, повторюсь, уже мой личный опыт на протяжении последних трех лет вот такого интенсивного, каждодневного, иногда несколько раз в день массажа доказал мне самой, что в общем-то растяжение кожи это последнее, чего я могу бояться. Сначала я проминаю очень интенсивно лоб. Поверьте мне, я давлю очень-очень сильно и на камеру, возможно, этого не видно. А потом вот таким образом захватываю, захватываю часть брови. И как вы видите, кожа очень сильно растягивается. Но на самом деле я, конечно же, не тяну кожу. Я пытаюсь захватить все, что находится под кожей. Я вот таким образом отнимаю от лица бровь и переминаю ее между пальцев. Ищу болезненные точки, потому что, насколько я поняла, болезненные точки могут свидетельствовать о зажимах. У меня есть видео, где я показывала, как я делаю массаж при помощи мяча для гольфа. И, если честно, массаж при помощи мяча для гольфа, либо любого жесткого мяча, я считаю более продуктивным. Но очень часто бывает, что нет ни силиконовой банки под рукой, ни мяча. А руки есть всегда, их можно помыть. Если лицо чистое, можно приступить к массажу. Подобный массаж, конечно же, частично можно выполнять и при наличии макияжа на лице, не затрагивая те зоны, где мы можем наш макияж сместить. Если вас пугает очень интенсивная проработка, попробуйте очень сильно давить кончиками пальцев, как я только что показала. Вы, возможно, тоже сможете почувствовать ваши болевые точки, которые могут свидетельствовать о зажимах. В последнее время, когда я стала блогером и много-много работаю с компьютером, я очень люблю делать вот такой массаж, если вы также много читаете, много пишете, работаете с компьютером. Закройте глаза и попытайтесь подавить по косточке, насколько глубоко, насколько входит палец, и вы увидите, что это достаточно приятно. И когда вы откроете глаза, вы почувствуете, что ваши глаза действительно отдохнули. Возможно, лучше взять мизинцы, точнее делать это мизинцами, потому что мизинец чуть лучше входит из-за того, что это палец чуть меньше, чем указательный. Он, скажем так, глубже входит. На самом деле, эту технику очень сложно объяснить, но она достаточно легкая. Попробуйте ее, и вы сможете ее повторить. Безусловно, все эти нажатия должны быть комфортными, и именно таковыми они являются, хотя со стороны все выглядит достаточно странно. Дальше я слегка оттягиваю и фиксирую кожу к виску, и на самом деле делаю вот такие растяжения. Опять же, когда я выпускала видео, подобное о таком массаже, очень многие меня спрашивали, не боюсь ли я тянуть кожу вниз. Но на самом деле здесь движение более интенсивное, все-таки наверх, хотя вниз я тоже тяну. Опять же, это техника, которую сложно описать словами. Если вы попробуете делать так, вы увидите, что это очень-очень приятное самоощущение. Приятное самоощущение дает такой массаж. И часто мне пишут, что действительно такая техника помогла разгладить гусиные лапки. Я могу сказать, что гусиные лапки действительно разглаживаются очень-очень быстро. За сколько? За полмесяца каждодневного такого массажа у многих из вас гусиные лапки уйдут. Почему? Потому что гусиные лапки – это, скажем так, морщины, сформированные механическим сжатием кожи. Там крайне редко бывают зажимы. Поэтому однажды расправив, избавившись от гусиных лапок, скорее всего, они никогда больше не вернутся. Гораздо сложнее. Дело обстоит с нашим убом. Мне тоже часто пишут, что массаж помогает, но морщины возвращаются. Да, морщины будут возвращаться, в особенности, если мы не контролируем свою мимику. А очень часто именно лоб страдает от неконтролируемой мимики. И здесь вам поможет лицевая гимнастика. Помимо того, что лицевая гимнастика поможет вам напитать изнутри при помощи того, что кровь будет лучше циркулировать, как при элементарной гимнастике для всего тела это происходит, лицевая гимнастика научит вас контролировать вашу мимику и расслаблять в нужный момент, когда вы чувствуете, что на вашем лице задействованы те мышцы, которые сейчас вы не хотите использовать. Я очень люблю таким образом разминать нос и всегда растягиваю. Таким образом получается то, что имеется на переносице. Я на самом деле затрудняюсь это описывать, потому что у меня формируются часто морщины именно на носу. Не знаю почему, возможно, какая-то мимика, опять же, неконтролируемая у меня случается. Повторюсь, никакой техники особой нет. Все, что вы видите, это сложно описать. Если вы боитесь растягивать вашу кожу, найдите точки. Эти точки называются армирующими, если я не ошибаюсь. И такая техника массажа тоже существует. И, возможно, она подойдет всем тем, кто хочет начать практиковать массаж, но боится растяжения кожи, которая, на мой взгляд, произойти не может. Ищите точки болевые, как правило, именно они и свидетельствуют о зажимах. Если вы их нашли, давите сильнее, давите интенсивнее, давите более продолжительное время. Губы я разминаю вот так. Ничего большего с губами я не делаю. По поводу интерорального массажа. Это массаж, который вы делаете при помощи большого пальца. Обычно приоткрыв рот и массируя вашу щеку изнутри. Этот массаж я практикую крайне редко. Тоже возникал вопрос, что я думаю, что я... Какое впечатление у меня от этого массажа. Я делаю его крайне редко просто потому, что нужно всегда иметь действительно чистые руки. И не всегда это удобно. Удобен этот массаж. А когда он удобен, ты о нем забываешь. Но этот массаж я считаю эффективным. Так как любая техника массажа, на мой взгляд, эффективна. Не больше и не меньше. Поэтому, если вам нравится такая техника, освоите ее и делайте. Я же больше люблю вот такой поверхностный массаж. Подбородок. Его важно разминать, потому что очень часто непроизвольная мимика формирует нам здесь, назовем это зажимом. Я не уверена, что я говорю корректно. Но напряжение в подбородке, это странно звучит, но тем не менее очень часто мы его приподнимаем. И вот это напряжение ведет к опусканию уголков губ. Поэтому подбородок очень важно разминать. Казалось бы, ничего важного там нет. Морщины там не формируются. Но напряженный подбородок, обратите внимание, когда вы подходите к зеркалу, именно на свой подбородок. Там не формируются морщины, но он как будто бы слегка приподнимается. У меня такое часто бывает. И вот такая непроизвольная мимика, повторюсь, опускает нам уголки губ. Нужно расслаблять подбородок, потому что иначе мы будем иметь зажимы, иначе мы будем иметь морщины в марионетке. По поводу шеи. Шею я редко массирую. Если массирую вот таким образом, кажется, что я поглаживаю, но на самом деле нет. Я массирую достаточно интенсивно. Никаких движений либо вверх, либо вниз, и строго вверх-вниз я не совершаю. Я просто разминаю шею и всегда начинаю, либо заканчиваю массаж вот таким разминанием основания головы, наверное, так правильно будет сказать, воротниковой зоны, насколько это возможно. По краю роста волос также прохожусь. И уши. Конечно же уши. И за ушами. Это позволяет, как мне кажется, все-таки предотвратить формирование морщины, которая часто бывает рядом с ухом. На самом деле на камеру кажется, что я не очень интенсивно массирую. Вот здесь морщина очень часто залегает. Но я прямо-таки тру сильно-сильно-сильно, очень-очень интенсивно. Массаж на этом мой заканчивается. Но если у меня есть время, я все-таки еще раз прохожусь по массажным линиям по лицу, а также у основания волос, и также мне нравится лоб. Вот на самом деле, когда я делаю массаж на лбу, у меня такое ощущение, что у меня лицо становится более открытым, взгляд более открытым. Вот таким образом всегда я завершаю массаж, если у меня есть возможность уделить своему лицу еще несколько минут. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok